Для православных это особенный праздник. Торжественности и радости полны в эту ночь стены всех храмов. Сегодня нужно готовиться к наступающему празднику. Весь день должно быть особое праздничное настроение. По старинным традициям в Сочельни готовят блюда к рождественскому столу. В этот день не должно быть ничего случайного. Нельзя делать дела спустя рукава или в плохом настроении. Нельзя ссориться и ругаться. Верующие отправляются в Сочельник в храм. Торжественные богослужения проходят по всему миру. В Орле архиепископ Антоний совершит божественную литургию в Ахтырском кафедральном соборе Орла. Служба начнется в 23 часа. А завтра Антоний совершит праздничное всеночное бдение в храме Смоленской иконы Божьей Матери в 17 часов. Пока одни отмечают начало великого праздника в храме, другие, как правило, молодежь, отправляются каледовать. Эта традиция, хоть и досталась нам еще от языческих обрядов, сегодня прочно срослась с православным праздником. В эту ночь принято обрежаться в небывалые костюмы и ходить по домам и квартирам незнакомых людей в поисках каледы и, естественно, вкусных подарков. Считается плохой приметой не пустить каледу на порог дома. Каледу обычно задабривают яблоками, печеньями и конфетами. Можно откупаться и деньгами. Еще одно поверье, что в рождественскую ночь сбываются мечты. Так что загадывайте желание. А если вы увидите падающую звезду в эту волшебную ночь, попросите у родившегося Христа исполнить ваше заветное желание. С рождественской ночи начинаются святки. Две недели зимних праздников или годальные недели, которые продолжатся вплоть до крещения, которое празднуется 19 января. Анна Немалякина для программы Оперативный эфир.